Приветствую во имя Иисуса Христа нашего Царя. Я в восторге. Я очень счастлив этой возможности поделиться Словом Господнем с вами. Я в восторге, потому что я знаю, что это послание благословит вас так же, как оно благословило нашу церковь. Я начал преподавать сильные истины об укоренении. Один из этих принципов я разделю сегодня с вами. Послание называется «Выведи нулевой уровень, пусти корни». Мы хотим возможностей, но мы не хотим тратить время на то, чтобы пустить корни перед тем, как мы их получим. У тебя есть дары, но тебе надо пустить корни, чтобы твои дары достигли полноты твоего потенциала и вместимости, если ты не понимаешь, через минуту поймешь, посмотри. Откройте свои Библии поскорее на Езра 3.10. Езра 3.10. Не надо вставать, потому что я буду прыгать по писаниям сегодня. Езра 3.10. Вы выходите из плена, вы выходите из оков. Речь про людей, которые снова пытаются встать на ноги и отстроить заново то, что они потеряли. И там говорится, когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами. Основание привели к трубам. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении с трубами и левитов, сынов Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они петь попеременных. Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю. И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что они кричали, потому что положено основание Дома Господня. Они кричали не по поводу витражей в окнах, мягких сидений, кто сидел рядом, какая у тебя прическа или как мило ты выглядишь. Они кричали, потому что было заложено основание. Бог послал меня сюда сегодня сказать тебе, что Он работал над тобой многие годы, чтобы заложить фундамент для того, что Он собирается высвободить в этот сезон твоей жизни. Не жди, пока ты получишь благословение. Тебе надо кричать от того, что основание заложено. Эй, я на вас попробую, не знаю, слышали они меня там или нет. Тебе надо кричать, потому что основание для твоей победы заложено. Все, что ты прошел, это был Бог, закладывающий твердое основание. Каждую ночь, что ты плакал, каждый день, что ты чуть не падал в обморок, это был Бог, готовящий сцену для того, что Он собрался сделать в твоей жизни. Он заложил монолитный фундамент. Коснись соседа, скажи, Он заложил монолитный фундамент. Запиши это. Штормы приходят, чтобы испытать твой фундамент. Штормы приходят, чтобы испытать твой фундамент. Весь тест, лишь чтобы убедиться, что ты укоренен. Как только ты будешь укоренен, ты выпускник. Но проверки будут снова и снова и снова и снова. Проверить, заземлен ли ты. И если ты не укоренен, экзамен провален. Штормы испытывают твой фундамент, твою решимость. Насколько ты посвящен этому? Действительно ли ты христианин? Я знаю, что ты ходишь в церковь, тебе нравится дом горшечников, знаешь ли. Я знаю, это приятно. А действительно ли ты христианин? Если я буду ходить за тобой, пойму ли я, что ты христианин? Действительно ли ты понимаешь веру? Пытаешься ли ты понять веру? Когда был последний раз, когда ты без уговоров читал свою собственную Библию? И ты удивляешься, почему слово не работает для тебя? У тебя нет основания. Я давал десятину и пожертвования, попробовал три недели, не работает. Иди-ка ты отсюда. Иди отсюда. У тебя нет основания. Твои корни не уходят глубоко, они не фундаментальны, они нестабильны, у тебя нет основания. Когда у тебя есть основания, ты сможешь противостоять оппозиции, гонениям, испытаниям, скорбям, может ты ранен, в отчаянии, плачешь, жалуешься, но ты все равно приходишь домой каждый вечер, все равно делаешь то, что надо делать каждый вечер, все равно подвигом добрым. Когда ты видишь того, у кого есть основания, они не торопятся убегать. Вы заметили, что у нас теперь поколение бегунов? Ты убегаешь, потому что у тебя нет основания. Когда у тебя есть основания, ты говоришь, я не люблю штормы, я не хочу штормов, мне не нужны эти молнии, но молния, бей уж коли надо, шторм потряси, что надо потрясти, когда все позади, я все равно устаю. Идите в Матфея 7,24, я просто буду учить. Там сказано. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои, сии, и исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному». Мало только слышать их, дорогуша, не только слушает, но и исполняет их. «Кто слушает слова Мои, сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой, на чем?» «Камне». «Монолитный фундамент». «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне». Я не говорю, что если ты укоренен, штормы не придут. Наоборот, я гарантирую тебе, что штормы придут, укоренен или нет. «Молнии будут, ветра подуют, громы загремят, дождь прольется, но если твое основание монолитно...» Пошли дальше. «А всякий, кто слушает сии слова Мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке». «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он что?» «И что?» «Было падение его великое». «Великое падение». Кто-то скажи, «великое падение было». «Все, что не укоренено, великое будет падение его». «Многое, о чем вы молитесь, просите Бога сделать, Ему не пришлось бы делать, если бы вы просто укоренились». «Шторм не напрягал дом, который был укоренен». «Он дул на него, но не повредил ему». «Штормы более всего влияют на тех, кто менее всего укоренен». «И мне любопытно, может шторм добивает тебя насмерть?» «Укоренен ли ты?» «Давайте посмотрим на нулевой уровень, ниже всех этих рюшечек. Ты укопался? Укопался? Пустил ли корни? Заземлился?» «Для меня это слово значит много чего, я буду четыре недели разбираться с вами об этом. Укопался может много чего значит, и это значит сбалансирован. И я буду открыт с вами, я борюсь за это». «Для меня это битва». «Мой отец был трудоголиком, и я трудоголик». «Работа для меня естественна». «К отдыху нужно принуждать. Я борюсь, чтобы быть в балансе». Поэтому мне необходимо иметь людей в моей жизни, которые скажут «Этого хватит, остановись!» Потому что если они не помогут мне, вот та штука у тебя в голове, которая говорит, когда остановиться, моя не работает. Та штука, которая говорит «Положи уже трубку, ложись спать!» Как бы она ни называлась, моя сломана. Та штука, которая позволяет тебе слышать, что телефон звонит, и не отвечать на звонок, мне ее не досталось. Потому что я отвечу, даже если я не хочу говорить, и ты позвонил не вовремя, но я постараюсь ответить тебе все равно, потому что я так устроен. Фундамент должен быть сбалансирован. То, в чем ты не уравновешен, ты должен прикладывать там больше усилий. Потому что для тебя это неестественно. Отдых для меня неестественен. Идея мне нравится, но реальность отдыха меня чуть ли не пугает. Я никогда не видел примера, поэтому мне трудно это делать. За всю мою жизнь наша семья никогда не ездила в отпуск. Я никогда не видел, как это бывает. Наш отпуск был съездить домой к бабушке на день труда и вернуться обратно в понедельник. Мы никогда не отдыхали, и пока мы там были, мы резали свиней, и это был не отпуск. В смысле отпуск, когда ты реально отдыхаешь, спокоен. Я этого не видел никогда. Так что мне трудно стать тем, чего я не видел. Мне нужно сфокусироваться, чтобы сбалансировать свою жизнь в этой сфере, потому что то, что естественно для других людей, неестественно для меня. Для меня естественно ехать на работу. Потому что это то, что мне показывали как. И когда я подрос до определенного возраста, я отправился на работу, потому что так я определял понятие мужик. Это значит, вырос, иди на работу. Поэтому когда я вырос, я пошел на работу. Работаю с той поры, понимаете? Но это не означает, что это хорошо. Потому что для того, чтобы смочь нести вес дара, ты должен быть сбалансирован. Ты должен быть укоренен. Ты должен иметь якорь. И у отдыха есть определенная цель. Я не понимал этого, пока не приблизился к 50. Я думал, это нонсенс. Я шутками пытаюсь дать вам понять, что некоторые вещи, которые полезны для вас, неестественны для вас. И шторм вышибает вас, потому что вы несбалансированы. Или у вас будут обильные депрессии, потому что несбалансированы. Вы можете побеждать, но быть в депрессии, потому что вы несбалансированы. Я кому-то помогаю? Ты что, не знаешь, что иногда надо посмеяться? Люди будут пихать тебя к тому, как они считают должно быть, ценой уничтожения твоего права иметь жизнь. И это те же самые люди, которые даже не придут к тебе на похороны, когда ты умрешь, потому что им надо было работать. Тебе лучше набраться смелости, встать перед ними. Тебе нужно набраться смелости, сказать, нет, я не могу помочь тебе переехать, я не приеду, я не могу приехать в эти выходные, нет, я не хочу в магазин. Тебе требуется отвага быть укорененным в том, кто ты есть. Половина звания того, кто ты есть, это знание того, кто ты не есть. И если ты этого не знаешь, люди сделают из тебя то, что они хотят, а Бог не призывал, кого они хотят, Бог призвал меня. Мы вернемся после рекламы. Одним из основных показателей уровня жизни в стране называют ВВП. А ВВП напрямую зависит только от бизнесменов страны. Именно бизнес в силах либо создать экономику страны, либо уничтожить ее. Это зависит от того, какими ценностями руководствуются бизнесмены в своих делах и жизни. Даже светские экономисты признают, что большинство развитых стран современности своим процветанием обязаны именно протестантской деловой этике. Мало кто задумывается об этом, но кроме госаппарата, почти 100% рабочих мест создаются или оплачиваются благодаря бизнесу. Следовательно, если на работе творится кошмар, то он распространится на дома, на всю страну. Поэтому задача церкви не бороться против бизнеса, а помогать предпринимателям соблюдать христианские ценности в бизнесе. Если вы занимаетесь бизнесом, создаете рабочие места, предоставляете товары или услуги, мы приглашаем вас в группу, которая называется ВВП России. Все знают, что ВВП это внутренний валовый продукт, но мы расшифровываем ВВП как встречи верующих предпринимателей. Местом встречи мы выбрали группу в Вайбере, где мы постоянно общаемся, поддерживаем друг друга, молимся друг за друга, обмениваемся опытом, а возможно даже и реализуем новые бизнес-идеи. Если вы занимаетесь бизнесом и разделяете библейские ценности, мы приглашаем вас к нам в группу. Узнайте подробности на сайте успехвбоги.рф Наклонная черта ВВП России. Когда священник входил во святое святых, он входил в белых одеждах. Когда он выходит, он меняет одежды, чтобы, выйдя, ходить среди людей. Пока он меняет одежду, по краям которой висят колокольчики, они слышали его. Они слышали звук, прежде чем видели священника. Итак, весь Израиль ждет снаружи стана, чтобы услышать звук. Вот что имел в виду Иисус, когда сказал ученикам, «Идти в Иерусалим и ждать». Они пошли в Иерусалим и ждали. Он за завесой, где они не видели его, но они ждали звука. Потому что, если ты на самом деле был израильтянином, ты понимал, что если звук появился, это означало, что кровь попала на престол милости, что жертва была принесена, и что ты свободен ходить с Богом. Поэтому они ждали в горнице шума, и внезапно сделался шум с неба. Шум с неба, говорит, номер один, священник жив. Номер два, кровь попала на престол милости. Номер три, у нас есть завет с Богом. Номер четыре, мы готовы войти в присутствие, о котором раньше и не могли мечтать. И они начали кричать и славить Бога. Кто-то просто славь его прямо сейчас. Но дело было в звуке. Дело было в звуке, который побудил их к славе. Могу глубже пойти? Я от всего моего сердца верю, что когда Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я ничто. Я верю, что когда он отстаивает свое дело в Коринфянам 13, о любви, он думает об одежде священника, потому что одежда священника по краям, по краю, была отделана колокольчиками и гранатовыми плодами. Хорошо? Колокольчики и гранаты. Колокола – это знамения. Знамения. Дары. Знамения. Показушные вещи. Колокольчики. Гранаты – это плоды. Оба исходят от Духа. У Духа есть колокольчики, и у Духа есть плоды. Дух имеет 9 духовных даров, колоколов. Мы можем слышать звук от колоколов, но он также имеет 9 различных категорий плодов. Мир, долготерпение, кроты. У тебя есть знамения. И плоды. Когда Павел говорит, хотя я и говорю языками человеческими и ангельскими, это колокольчики. А любви не имею. Это плод. Я стал, как медь звенящая, и кимвал, звучащий. Потому что звук колокольчика украшает присутствие плода. Бог не хочет, чтобы у тебя было больше даров, чем у тебя благодати. Он не хочет, чтобы у тебя было не больше знамений, чем у тебя плодов. Знамения и плоды. Он не хочет, чтобы у тебя было больше пророчеств, чем сострадания. Поэтому внутри каждого звука есть плод. Звук, плод, звук, плод, звук, плод, звук, плод. Я, как отец, заметил, что нельзя наказывать детей больше, чем ты их хвалишь. Откликнись кто-то. Если тебя слишком перекосит, и все, что ты говоришь, это кто я не, и ты ничего не говоришь о том, кто я есть, спустя некоторое время это и сушит отношения, потому что для ребенка ты становишься шумом. Ты становишься шумом. Но если у тебя в промежутках есть некоторые плоды, тогда я сбалансирован. Вы не разговариваете со мной. Я хочу, чтобы вы прочитали это послание. Я почти закончил, я почти закончил. Я хочу, чтобы вы прочитали Писание. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Смотрите, как подробно они пишут, чтобы вы поняли это. Позвонок и яблоко. Позвонок и яблоко. По подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. Бог сказал, если ты собираешься служить, тебе нужно иметь колокольчик и гранат. Колокольчик и гранат. Колокольчик и гранат. Ты не можешь служить просто потому, что у тебя есть колокольчики, потому что у тебя красивый голос, потому что у тебя диплом, потому что ты отучился, потому что ты прекрасный спикер. Нет, нельзя иметь ораторские способности, не имея сердца служения, потому что Бог поднимет тебя по твоему сердцу. Когда Он увидит свою природу в тебе, вот что спровоцирует повышение в твоей жизни, когда Бог видит свою природу. Его тест на ДНК в твоих плодах. У золота нет ДНК, в плодах есть. Его тест ДНК в плодах. Вот как ты подтверждаешь, что ты Его. Когда у тебя есть любовь, радость, кротость, воздержание, терпение, долготерпение, ты добр. Ну что, надо здесь устраивать передачу «Пусть говорят»? Так ты Его ребенок или нет? Нужно ли нам делать тесты? Потому что церковь проверяет тебя талантами. Если ты достаточно талантлив, мы повысим тебя. Но Бога не волнуют таланты. Он нацелен на характер. Давай, кто-то. А, вы ничего не ответите мне. Почему Бог хочет, чтобы вы были укоренены? Когда у вас будут плоды Духа, а не только дары Духа. Номер один. Бог повышает тебя в зависимости от твоего сердца, не головы. Так что у тебя может быть все правильно с головой, но если твое сердце неправо, ты упустишь возможности, ибо люди смотрят на внешность, Бог смотрит на сердце, и с сердца текут источники жизни. Вот почему враг старался атаковать твое сердце огорчением. Используя тех людей, кто не безразличен, чтобы разбить тебя, потому что враг знает, что если ты огорчишься, ты не можешь стать лучше. Поэтому он атакует твое сердце. Он не против того, чтобы ты пошел в школу. Ты можешь все, что хочешь, забить в голову. И если ты не загонишь этого себе в сердце, Бог не повысит тебя. Твое повышение откладывается не потому, что люди не увидели благого в тебе, но потому что Бог не увидел себя в тебе. Когда Бог не видит себя в тебе, Он начинает искать себя. Библия говорит в книге Бытие. До той поры, пока Бог мог видеть себя, Ему не надо было идти в сад. Но когда Он больше не видел себя, потому что Он сделал себя в мини-версии себя под названием Адам, Он начал идти в прохладе сада, говоря, Адам, где ты? Любая добрая мать пойдет искать своего ребенка. Бог говорит, я ищу себя в тебе. Ты где? Где ты? Ты где? Я себя ищу, Адам. Где ты? Я создал тебя, чтобы отражаться в тебе. Сотворим человека по образу нашему, по нашему образу, подобию, такого, как мы. Я создал тебя, чтобы ты отражал меня. Где ты? Я создал тебя, чтобы ты отражал мою любовь на земле. Мой покой на земле. Мое долготерпение на земле. Я создал тебя, по сути, в основе, быть моим представителем в земных кругах. Я создал маленького мини-меня, когда я создал тебя. И ты настолько похож на меня, что мне пришлось сделать тебя начальником чего-то. Поэтому я сделал тебя боссом земли, владычествовать, обладать, править, потому что ты настолько похож на меня, я должен был дать тебе что-то в управление. И ты никогда не потеряешь контроль над тем, что я дал тебе во владение, если я буду видеть себя. Как только я не могу видеть себя, твое царство начнет валиться. Падение его было великое. Падение его было великое. Падение было великое. Падение приходит, потому что я не могу видеть себя. Не потому что ты не спец. Ты можешь быть спец в том, что ты делаешь, но я не благословлю тебя, как я мог бы, потому что твое основание с трещиной. А если в фундаменте трещина, падение его было великое. Я хотел хранить тебя в саду, но из-за того, что ты перестал отражать меня, я вынужден был вывести тебя из того что я дал тебе потому что у самого основания ты уже не похож на меня и так ты прошел все эти классы ты прошел все эти курсы и ты споришь с людьми борешься с ними чтобы получить повышение и ты прочитал все эти книги кассеты о том как продвинуться и ты удивляешься почему это не работает ты 7 раз повернулся крикнул иисус на одной ноге ты прыгал ты танцевал и говорил что дьявол же но когда ты закончил все это делать и все равно в проблемах я хочу сказать вам откуда приходят проблемы проблемы приходят потому что ты не укоренен если ты не укоренен если ты не стоишь твердо если у тебя нет его характера сияющего из его сердца если у тебя нет такой любви что ты ничего просто не можешь поделать если у тебя нет такой любви которая заставит тебя звонить кому-то на кого ты должен быть ярость и спрашивать а у тебя все в порядке то ты не готов получить такого уровня благословения, если у тебя нет такого долготерпения, что ты зализываешь раны и продолжаешь идти, а они никогда не объявят тебя по имени и никогда не признают тебя, но ты занят, делая то, что ты делаешь для Господа и дальше, то по сути ты не его дитя. У тебя нету, если у тебя нет терпения сказать, хоть он и убивает меня, все равно надеясь на него, и ожидать от Господа, тогда может быть ты все-таки не его дитя, потому что если ты не исправишь этого у основания, ты не вырастешь до момента величия. Штормы жизни идут, чтобы испытать твое основание. Любой неукорененный упадет. Единственное, как люди могут укорениться, это закладывая основания на Слове Божьем. Библия спрашивает, как им слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не послан? Спасибо, партнеры, что посылаете меня по всему миру делиться изменяющим жизни Евангелием Иисуса Христа. Ваша поддержка нашей системы глобальных партнеров позволяет мне нести Божье изменяющее Слово по всему миру. Это единственное твердое основание, на котором мы можем стоять. Я не сломлюсь, я не сломлюсь, я не остановлюсь, я не брошу, хотя он и убивает меня, я буду надеяться на него, я остаюсь прямо здесь, я удержу баланс, ко мне вернутся мои плоды, мое сердце, я буду стоять прямо здесь, пока сила Духа Святого не укоренит меня, укоренит в Духе, укоренит в моем хождении, укоренит в молитвенной жизни. Открой свои уста и воздай Богу славу. Когда выйдет следующее видео, решайте сами. Субтитры подогнал «Симон»!